Три постановления президента о мерах по реализации инвестиционного проекта. Строительство ветряной электростанции мощностью 500 мегаватт, системы накопления электроэнергии мощностью 100 мегаватт и воздушных линий электропередач в Кунградском районе Республики Караклпакстан. Направлены на стабильное обеспечение энергоресурсами населения и отраслей экономики, сокращение потребления природного газа при выработке электроэнергии, а также широкое привлечение прямых иностранных инвестиций. Детали раскроет комментарии программы. Последние годы стали значимыми в социально-экономическом развитии Караклпакстана. Открываются широкие перспективы для дальнейшего роста во всех сферах, повышения уровня жизни людей, которые активно включились в процесс преобразования, основанных на главном интересах человека, его чести и достоинстве. Несомненно, это требует наиболее эффективных подходов в обеспечении электроэнергии с учетом возрастающей на нее потребности и необходимости рационального использования энергоресурсов. Внимание акцентируется при этом на расширении мероприятий по внедрению возобновляемых источников энергии, увеличению притока прямых зарубежных инвестиций, что позитивно отразится на стабильном обеспечении населения и отраслей экономики энергоресурсами. Важный практический шаг в этом направлении заложен в постановлениях президента о мерах по реализации инвестиционного проекта строительства ветряной электростанции мощностью 500 мегаватт, системы накопления электроэнергии мощностью 100 мегаватт и воздушных линий электропередач в Кумградском районе Республики Каракалпакстан. Проект отвечает и помогает в реализации наших целей по переходу к зеленой энергетике. Тем, что в рамках данного проекта мы будем снижать ежегодно выбросы углекислого газа на 3 миллиона юнитов. Строительство этого объекта начнется в первом квартале следующего года. Оно займет 3 года, и к 27-му году эта станция будет полностью введена и начнет поставлять электроэнергию в сеть. Эта электростанция позволит ежегодно вырабатывать более 5 миллиардов киловатт-час электроэнергии, что эквивалентно потреблению 1,5 миллиона домохозяйств данной электрической энергии. Более того, в рамках строительства данной ветряной электростанции будут вовлечены более 3 тысяч рабочих. Это строители, это проектировщики, сотрудники по эксплуатации станции в ходе строительства и в рамках эксплуатации. Надо сказать, что компании «Аквапауэр компани» в Саудовской Аравии для строительства в Кунградском районе трех ветряных электростанций мощностью 500 мегаватт каждая, систем накопления электроэнергии мощностью 100 мегаватт и воздушных линий электропередач, а также подстанции на 500 киловольт, учреждены иностранные предприятия в форме общества с ограниченной ответственностью «Аквапауэр Кунград Винт». Между правительством Узбекистана в лице Министерства инвестиций, промышленности и торговли инвесторами проектной компании 6 января этого года было подписано инвестиционное соглашение, согласно которому инвестор по предварительной оценке привлекает три инвестиционных капитала – два по 667 миллионов долларов и один в размере 1 миллиарда 67 миллионов долларов. Иностранные предприятия «Аквапауэр Кунград Винт» берут на себя обязательство гарантированно реализовывать выработанную тремя ветряными электростанциями «Электроэнергию Акционерному обществу Национальной электрической сети Узбекистана». Проектная компания в рамках инвестиционного проекта принимает обязательство строительства воздушных линий электропередач для подключения ветряной электростанции единой электроэнергетической сети после ввода в эксплуатацию их передачи Акционерному обществу Национальной электрической сети Узбекистана. Это и строительство системы накопления электроэнергии мощностью 100 мегаватт. после ввода в эксплуатацию, координации ее рабочего режима с диспетчерским управлением Государственное унитарное предприятие «Национальный диспетчерский центр» при Министерстве энергетики. По становлению главы государства утверждаются инвестиционные договоры, подписанные между правительством нашей страны в лице Министерства инвестиций, промышленности и торговли, компанией «Аквапауэр компани» и иностранными предприятиями в форме общества ограниченной ответственностью. Данный проект отличается от других тем, что здесь заложено в инвестиционном соглашении локализация определенных запасных частей, проектного оборудования и рабочей силы. То есть в рамках проекта инвестор обязуется привлекать местных субподрядчиков или местных подрядчиков для строительства объекта, или же он обязуется закупать местные кабеля, местные трансформаторы. Это позволит, получается, не только получать электроэнергию, но и развивать нашу местную промышленность. Также одобрено соглашение о закупке электрической энергии, заключенное между Акционированным обществом Национальной электрической сети Узбекистана и иностранными предприятиями «Аквапауэр Кумград Винт» в соответствии с инвестиционным договором и соглашением в течение срока их действия платежи по закупке электроэнергии и использованию систем накопления электроэнергии осуществляется по фиксированному тарифу, деноминированному в иностранной валюте. На Акционерное общество Национальной электрической сети Узбекистана возложен ряд задач, связанных, к примеру, с гарантированным закупом электроэнергии, вырабатываемой данными электростанциями в течение 25 лет. И в рамках этих проектов покрытием расходов, затраченных на строительство подстанций и линий электропередач в течение 10 лет на основе ежемесячных платежей. Акционерному обществу Национальной электрической сети Узбекистана разрешается проведение совместно с проектной компанией отбора и заключения договоров с международными независимыми инжиниринговыми компаниями и иными консультантами для реализации инвестиционного проекта без проведения обязательной экспертизы в соответствии с процедурами, определенными в соглашении. Определены меры по переводу земельного участка на территорию Кунградского района, выделяемого для реализации инвестиционного проекта. Из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленного и иного назначения. То есть ветер перемен, которыми охвачена вся наша страна, направляет ее на путь дальнейшего развития, воплощая в жизнь все новые и перспективные решения в этом направлении.